Здравствуйте, друзья, мы находимся на острове Барбадос. Взяли такси, такую частную экскурсию на 2 часа по острову. И мой водитель рассказывает про его историю. Они здесь привычные, он уже 8 лет этим занимается, вводит такси. Дорога, по которой мы едем, это как бы самое такое дорогое эксклюзивное место на острове. Вокруг много дорогих пропортов, недвижимость дорожает. Но тут и небогатый народ тоже живет. Все пляжи являются общественными, общедоступными. Никто не может купить пляж. И там землю, на которой стоит дом, так, чтобы пляж был только ему доступен. На Гавайях такая же политика, кстати. Потому что люди, которые местные здесь живут, они боятся, что в какой-то момент не смогут вообще на пляж поехать. Ну, не заглядывая там, такие видеорекрудаторы, со слов нашего экскурсовода. 280 тысяч жителей живут на острове. Я спросил про иммиграционную политику. Ну, он говорит так, что есть некоторые облегченные правила для людей из стран британского садорожства нации. Но, в принципе, поступка экономики там не безумно большая. Это очень дорогой отель, шикарное место. Вот когда эту дорогую эрию там как-то называют, это Сен-Ди-Ланд, это значит, вот то самое место, где вот этот отель. И где все очень дорого. И вот, если ты бизнес хочешь сделать, там будет что-то, то, пожалуйста, они имеют такую политику. Но просто так вот бешенцы или дороги простые, здесь нет такой экономики, чтобы она нуждалась сильно. Да и только рабочие силы, поэтому, в общем-то, при том, что есть иммиграция, это не небольшой такой поток. Вы, друзья, видите местные сувениры. Давай возьмем, Саша, такую шапочку, она будет как ямайская девочка. Это все на пляже. Давайте мы сейчас на сам пляж посмотрим. Так. У нас вообще пляжи сегодня в плане. Мы два часа покатаемся на этом туре, а потом пойдем на пляж. Здесь до сих пор сахар производят, но эта индустрия как бы помирает потихоньку. Не то, что раньше было. Поэтому сейчас страна больше ориентируется на туризм. У них нету речи, и вся вода, которая употребляется, а у них есть водопроводы сейчас, вся вода дождевая. Поэтому есть целая система сбора воды и насосной станции. А это вот бедный народ так живет. Наши экскурсии на два часа. Нам стоят 80 американских баксов. Поэтому так получается, что таксист это очень хорошо оплачиваемая работа. Если 150 долларов, это вся идея за неделю, то он может за один день остановить больше. А вот целый поселок построен на сваях. Напоминает немножко наши мобильные домики, но на сваях. Вот смотрите, как они строят весь остров, он говорит. Это коралловый такой остров, стоящий на... Ну, есть такой камень, короче. И вот они все режут из камня. Он говорит, нам бетон даже не нужен, мы просто привыкли все резать из камня. Лайн-стон, есть такой камень. Мы попали в такое место, которое у них тут называется Highlands. Вот, и отсюда хороший обзор значительной части острова. Тут очень много туристов, очень много машин. Красиво место, да? Красиво, тропики. Тут даже такая торговля происходит. Вы видите, коровки здесь гуляют, очень хорошие, они пасутся. Надо сказать, что тут на острове для местных жителей такое социалистическое хозяйство. Значит, у них автобусы ходят, у многих нет автомобилей. Значит, автобусы ходят бесплатно. Медицина у них бесплатная. Ты должен показать карточку, что-то из жителей страны. И тебя бесплатно обслужат медицинским. И образование у них тоже, у них есть университет. Ну вот, высшее образование тоже бесплатно. Высокная школа, естественно, тоже. Но и высшее образование тоже бесплатно. Это почти у самого торгового центра. Вот домики, оставшиеся в наследии с того времени, когда люди работали на сахарных плантациях. Вы видите торговые улочки Джорджтауна, столицы острова. Сезон захода кораблей, круизных, где-то с ноября, там по апрель. Потому что летом у людей, видимо, есть больше мест, куда они могут поехать. Зимой, на самом деле, выбор резко ограничен. Вот мы идем на пляже, друзья. Пляж этот называется Карлайл. Бэй-пич. Вот там, если вы видите вдалеке наши круизные лайнеры, их там сколько-то. Знаете, это не безумно далеко, но вообще это ездится на такси. Такси берет 4 доллара с человека. Мы сюда попали с более такой обширной экскурсией, поэтому отдельно с нас не брали. Вот такой пляж. Смотрите, вот песочек. Вот вы приходите, и вам дают зонтик с двумя лежаками. За это берут 15 долларов. А вот солнце зашло за тучку. Вообще, в тропиках, вы знаете, друзья, все время то дождь, то солнышко, то тучка, то нет тучки. Это вот наша компания тут расположилась. Мы собираемся возвращаться. Вот. Надо сказать, что песок здесь... Ой-ой-ой, сейчас меня намочат. Песок здесь отдает красненьким, таким красным цветом. Вот, может быть, вам сейчас не очень хорошо видно. А если бы вы смотрели на этот мокрый песок со стороны воды, вот вы бы видели, что он с краснецой. Вот мы уже загружаем в такой маленький автобусик, чтобы двигаться к нашему лайнеру. Вот вы видите порт. И маленький такой автобусик, драненький, вот в котором мы едем. Он как бы бесплатный, но вроде по доллару сносы назад. Субтитры сделал DimaTorzok